Всем привет! Вы на канале Жизнь в Америке с Анной и мы находимся в одном из самых дорогих районов Лос-Анджелеса Брэндфудя. Сзади меня такая необычная картинка. Видите, это такой уже демолишн тут был и, кстати, security cameras и вот видите новый дом строится и сегодня необычная передача о доме Мэрлин Монро. Оставайтесь с нами, я вам расскажу, что здесь было и что здесь будет. Итак, единственный дом, которым независимо владела Мэрлин Монро, это был дом, который находится на 12305 5th Helena Drive. Это название улицы в Брэндфуде и мы сейчас находимся в этом районе. Как вы видите, это такой secluded, закрытый правит район, он не gated, то есть нет ворот таких закрытых, как в колонии Малибу, но здесь живут очень небогатые люди, очень ухоженный район и я здесь первый раз, потому что как-то раньше я думала, что дом Мэрлин Монро находится вообще на Дахини Драйв, это в Беверли Хиллс, но оказывается это просто дом, в котором она жила, а дом, которым владела Мэрлин Монро находится на 12305 5th Helena Drive и мы сейчас с вами идем туда. Я немного опоздала, потому что оказывается, произошла большая борьба за этот дом и в сентябре 23 года, к сожалению, получили разрешение на demolition, на снос дома Мэрлин Монро и сейчас я не смогу вам его показать, какой он был. Он был Spanish style, в испанском стиле и сейчас владеет этим домом Trust, Glory Snow Trust, Эндрю, я не знаю точно, твою фамилию произнести SUHARE и, к сожалению, вот видите уже в Playmaster's My Cover, вот здесь уже происходит строительство нового дома. Идемте посмотрим, тут сейчас идут ремонт, не ремонтные, а строительные работы. Посмотрим, что происходит, леса стоят, а я вам расскажу немного о том, сколько стоил этот дом в далеких 60-х годах. Вот видите, большой участок довольно таки и вот уже возвели новые стены, арки, да. Рядом стоит дом похожий на стиль Spanish style, в котором был этот дом. Я не знаю, когда этот объект уже сдастся, чтобы здесь люди могли жить. Ну, как говорится, большой достаточно дом. Дом, в котором жила Мэрлин Монро был 2900 квадратных футов. Видите, historic construction написано, то есть это историческое место. Вообще, обычно исторические места для того, чтобы снести их и что-то новое построить, надо брать специальные пермиты, разрешения. Этот оригинальный дом, где жила сама Мэрлин Монро, вот видите, что-то в Spanish styles, вот тут немножко беседочка, да, не может какой-то стиль сохранять, потому что основной дом, кроме Spanish и испанских tiles, ничего не имеет близкого, ну, может быть, какие-то арочки, мы пока не можем сказать точно, все еще в таком состоянии начальном. Вот, купила дом Мэрлин Монро, который был построен в двадцать девятом году, вот видите, 1, 2, 3, 0, 4, а это уже 1, 2, 3, 0, 5, за 75 тысяч долларов. А потом уже, когда вот этот trust account перекупил этот дом, они перекупили его за семь с половиной миллионов, а уже у этого trust, а следующий trust перекупил за восемь с половиной миллионов долларов. Посмотрим, да, видите, разбили место, где будет бассейн, джакузи, а это колоннада, такой как атриум, да, где можно будет задний двор, достаточно, ну, средний такой задний двор, нельзя сказать, что очень огромный, но нормальный. Вот это задний двор, backyard, да, колоннада, бассейн, а это уже основной дом. Ну, мы тут поснимали немножко. Вот это название улицы Fifth Helena Drive, тут очень много оказывается этих Helena Drive и 13, и 12, и 11, и 10. Я немного поснимаю вам райончик, а этот, видите, как мы говорили в других моих видео, эти зеленые ограды, да, за которыми почти не видно домов, ну, вот такой он весь, и Брэндфуд, и Белэр, и даже частями Беверли-хилл. Осторожно, курочки переходят дорогу, я первый раз вижу такой знак. Интересно, это чьи-то домашние курочки-то, да? Красивые, конечно, и деревья такие, ооо, какой интересный, это Платан, да? Платан, или Сикамор Три они тут называются, Сикамор. Ну, такой континентал, да, стиль. Стиль домов здесь немного отличается от Беверли-хилл, он немножко, видите, такое больше континентально. В Беверли-хилл есть и Тюдор дома, и много современных. Баскетбольные площадки такие перед домами, очень любят здесь играть в баскетбол, спорт объединяет. Вот есть одноэтажные дома, похоже на то, что многие дома здесь, конечно, тут уже сделан ремонт, линк-ремонт, но они все-таки вот двадцатых, тридцатых, может быть, сороковых годов, потому что постройки такие несовременные. Сам дом Мерлин Монро находится в тупике, такая тупиковая улица, правит зона частная. Здесь это называется кул-де-сак. Купик, французское слово, но его используются здесь в Лос-Анджелесе. Мне это тоже напоминает советский фильм Мэри Поппинс. Дом. Такие же дома. Вот, кирпичная труба. Опять баскетбольные щиты. Небольшие, конечно, не корты, но все-таки можно покидать мячик. Очень много садовников работает, конечно. Посмотрите, какие ухоженные здесь. Гарденс, да? Красиво. Все, конечно, идеально. Чисто. Оно кажется так, как будто вот так и должно быть, но за этим за всем нужно ухаживать. О, какой красивый дом. Я люблю вот этот итальянский стиль. Когда у меня был дом, он был таким. Дома, в которых я раньше жила, они тоже были и испанского стиля, и последний был современный такой, конечно, но дом в Лос-Анджелесе, это, конечно, дорогое удовольствие. Если раньше там содержать дом можно было плюс-минус в районе пяти тысяч, то сейчас только, я даже не знаю, сколько моргидж стоит, потому что вот Баверли-Хилл дома по 6 миллионов, да? Некоторые HOA fees, то есть, HOM, кроме того, что вы имеете свой дом, вы еще входите в ТСЖ. Да? По-русски ТСЖ. И вот оплата именно за то, чтобы этот ТСЖ следила за дорогами, за какими-то ремонтными процессами не вашего дома, а именно вот комьюнити, где вы живете, может составлять от пятиста до пяти тысяч долларов. В зависимости от того, в каком районе находится ваш дом. Так что это другое удовольствие иметь собственность в LA. Ну, поэтому и многие, как бы, и сейчас уезжают из Калифорнии, переезжают в Техас, во Флориду. Во Флориде, допустим, ты можешь купить дом за 250 тысяч, там еще лес будет, да, какой-то. Ну, это не Флорида, это, забыла, какие-то штаты, где лес. Орегон, да? А здесь ты за 250 тысяч даже квартиру не купишь, поэтому... Пересечение улиц Кармелита и очередной Хелена Драйв, тут их очень много. Вот. И поворотик, и сейчас мы вернемся, это я обогнула, сделала круг вокруг этого квартала, и мы возвращаемся к дому Мэрилин Моно. Вообще, и в Брэндфуде, и в Белэйре, и в других хилс, как тут говорят, Хальвуд, Хилс, Беверли, Хилс, люди делают хайкинг постоянно, то есть ходят по пересеченной местности, гуляют с собаками, это такое не то чтобы хобби, но времяпрепровождение, поэтому очень много можно встретить здесь людей, которые просто гуляют, всех друг другу говорят Hi, Hello, здесь это принято, как бы говорит об уровне вашего интеллекта, да, потому что не часто люди здороваются, здесь все-таки принято прохожему, который идет навстречу вам, говорить Hello. Я считаю, это хорошая привычка, почему не улыбнуться и не пожелать человеку хорошего настроения. Итак, вернемся к Мэрилин Моно, после смерти Мэрилин Моно она оставила 5 тысяч долларов на обучение сыну или дочке своего ассистента, также 100 тысяч долларов она оставила маме, которая, к сожалению, из-за mental illness находилась в учреждении, где они заботились, и оставшиеся деньги и права на интеллектуальную собственность, intellectual property, она оставила в размере 75% Ли Страсбергу, своему acting coach, учителю по актерскому мастерству, и 15% отошло ее психиатру в Нью-Йорке. Ну, как мы знаем, психиатр, она всегда и во всем советовалась с ним, то есть она по ее дневникам, к сожалению, не могла без него. Так как у Мэрилин Монроу самой была mental illness, к сожалению, по наследству, поэтому такая была ситуация. Еще немного покажу вам, какие здесь дома. Ну, в принципе, мы уже возвращаемся по кругу к 1-2-3-0-5 Хелена Драйв. Вот это 2nd Хелена Драйв, Кармелита. Это 3rd. Очень так все тут тихо. Птички умиротворены. Еще один интересный момент, так говорят, не знаю, байка это или было на самом деле, что Мэрилин Монро, ну, конечно, у нее были продюсеры, которые вначале агенты, имиджмейкеры, это сейчас мы так можем сказать, тогда, наверное, это по-другому называлось импресарио, которые поменяли ее имидж, она была бронеткой, стала блондинкой, это все понятно, и которые как-то пытались ее представить в голливудские киностудии. Конечно, она сразу не получала такие гонорары, как голливудские звезды, все развивалось, степ-бай-степ, как здесь говорят. Но интересно то, что якобы для того, чтобы попасть на съемки в 20-е веке, но до 20-е веки, но до 20-е веки, Мэрилин Монро, я вам такой типсис, скажу, do not follow, дискреймер, не повторяйте. А как я про хайкинг, да, вам говорила, вот она делала хайкинг, джоггинг в районе Белэр, где жили все директора и владельцы самых крутых голливудских киностудий. Вроде как она попала под машину одного из директоров 20-century Fox. И, конечно же, они не знали, как make it up to her, и пригласили ее сниматься. Не знаю, правда ли нет, но за что купила, зато продала, да? Вот такая вот интересная история о том, как стартовала карьера Мэрилин Монро. Впоследствии, уже после ее смерти, фильмы, в которых снялась Мэрилин Монро, Gross Income, было 200 миллионов долларов. Для тех времен, 60-е годы, это было очень много. И, конечно же, и ее оклад поднялся. Так что Голливуд, меко-шоу-бизнеса, место, где мечты верят. И, конечно же, это место, где мечты верят. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok вам был интересен этот репортаж пишите обязательно в комментариях если вам интересны истории о домах звезд я с удовольствием постараюсь вам рассказать о том что я смогу найти пишите и делитесь этим видео с вами была она пока пока